Бог проявляет милосердие к нам, пробуждая нас. Он делает это, чтобы мы вспомнили о своей зависимости от Него. Мы доверяли историческим документам о нашей Америке и Конституции, которые демонстративно трясли перед нами. Обратимся ли мы к Богу всем сердцем в смирении? Может, мы попросим у Него прощения? Церковь не ответила на эти вопросы. Вы скажете, «Я покаялся». Потом я прошелся по траве, а после этого меня покусали комары. Не нужно оправдывать себя. Не останавливайтесь. Как бы то ни было, не останавливайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Я пастор Алан, рад быть с вами. Вы увидите необычный выпуск. Когда я читаю проповедь, то время от времени накапливаются фрагменты, которые монтажер вырезает из записи. Лидерство — это важное служение в церкви, и его нужно развивать. Такие фрагменты не всегда соответствуют изучению Библии, на которой строится тема. Поэтому монтажер убирает их. Но в них содержится много полезных идей и информации от Бога для нас. Монтажер решил покопаться в таких эпизодах, которые он просматривает в процессе работы. Я считаю, что во время этого просмотра вы узнаете нечто новое, и Бог укрепит вас. Мы живем в необычное время. Мы видим много чего непонятного. Я не буду говорить о политике или о выборах. Я расскажу о нас с вами, как о гражданах Божьего Царства и как о послах Царя. Чем больше мы знаем и бодрствуем в духе, тем лучше мы видим, слышим и реагируем на что бы то ни было. Этот выпуск мы сделали с целью помочь вам дать ответ миру со властью Царя. Божье мнение укрепит веру и поможет вам выстоять, несмотря на то, что творится вокруг. А ведь живем мы в непростое время. Поэтому возьмите свою Библию и не забудьте делать заметки во время выпуска. Откройте свое сердце, и Бог обязательно его наполнит. Бог дал нам с вами поручение. Приятного просмотра и благословений. Это обычное размышление. Вспомните январь прошлого года. На дворе 2021 год, но проблемы есть до сих пор. То, на что опиралась Церковь Соединенных Штатов Америки, было надежно. Мы узнали о переменах недавно. Нас пробудили, и сон покинул нас. Откровенно говоря, мы не понимаем, что происходит. В этом случае мне помогло сравнение с двумя сферами. Одна сфера — это история, то есть это то, что уже произошло в обществе. А вторая сфера — это библейская сфера. Иногда эти сферы пересекаются, и мне это помогает разобраться в событиях. Мы привыкли к событиям, сопровождающим распространение вируса. Мы не знали, что нам не нужно бояться болезней. Наступил карантин, школы, предпринимательские проекты и церкви закрыли. Привычный ход жизни изменился. Мы не вернулись к старому укладу и не знаем, как жить. Старый ход жизни изменился, и мы не видим будущего. Я не думал о таком будущем. Я познакомился с ним, и у меня сложилось впечатление, будто первую поправку отменили. Я говорю о свободе слова и вероисповедания. И еще о свободе прессы. Сейчас эти свободы не защищаются. Мне кажется, что Биль о правах упразднили. У нас новые прецеденты. Те, кто ввели новые правила, это очень смелые люди. Их ввели, невзирая на Конституцию. Появляется новый мир возможностей. Несмотря на наши симпатии и антипатии, мы видим появление новой реальности. Мы не отменим ее. Как бы нас не шокировали эти события, они относятся к временам, ставшими историей. Правда в том, что влияние христианства постоянно уменьшается. Христианство влияло на Соединенные Штаты Америки какое-то время, а вот сейчас нет. На протяжении многих десятилетий мы постоянно слышали такое послание. Не устанавливается религию, поддерживаемую государством. Мы приняли этот принцип. Обычно он имел отношение к запрету употреблять христианские истины публично. Мы слышали это десятилетия подряд. Вспомните о нашем наследии. Вспомните о корпоративной культуре в нашей жизни. Оказывается, ее надо упразднить. Это стало нормальной точкой зрения, и ее начали внедрять. Эти правила удалось внедрить очень быстро. Это публичная молитва, 10 заповедей и прилюдное чтение библейских стихов в проектах властей стали восприниматься государством как угрозам. Мнение властей об угрозе христианства распространилось на общество. Процесс запретов ускорился. Эти запреты коснулись любого вида бизнеса. Нам начали говорить, что библейские кружки, мораль и другие проявления христианской веры, включая проповедь на работе, стали неприемлемыми. Верция в душе. Ваша вера имеет отношение к прошлому, и она ограничивает наш мир. Они говорили нашим детям в школе. Если ты хочешь помолиться в школе, то тебе придется выйти за ее пределы. Мы быстро учимся всему новому и соглашаемся. Теперь христиан считают конспираторами и мятежниками. Я хочу процитировать вам статью. Символы, принесенные в Капитолий, поднимают вопрос о роли христианства в нарушении порядка. А здесь не сказано, христиане вели себя неподобающим образом или неправильно. Или противозаконно. Некоторые христиане ведут себя неправильно. Мы несовершенные, но мы не пытаемся оправдать их. Но здесь наша вера выставляется как опасное учение. В свете этой статьи, такие лозунги, как «Христос спасает» поднимают вопросы о роли веры в нарушении порядка. Вера подвергается сомнению и считается причиной беспорядков. Выделение и очернение христианства увеличиваются. Все вы видите, с каким темпом растет этот процесс. Евреи понимают меня. У них больше опыта в этом вопросе. К сожалению, именно христиане поступали так с евреями. Ну, согласно истории. Во многих странах на протяжении веков Евреев считали причиной засухи, эпидемии, неурожая, но они не были виноваты. Люди злились и терпели денежные убытки. Надо было найти козла отпущения. Евреи часто становились мишенью для такого рода нападок. Их осмеивали, у них отбирали имущество и загоняли в гетто. Их лишали жизни из-за их веры. Мы видим такое же отношение и к нам. Никто не извинился перед верующими Соединенных Штатов Америки. Некоторые руководители Соединенных Штатов Америки говорят так. Христиан надо перепрограммировать. Те, кто слышали это, были шокированы. Люди блуждают из-за неверия. Мы видим противостояние. А ведь так? Скажите об этом ближним. Поговорите друг с другом об этом. Разбудите тех, кто готов вступить в диалог. Библия советует нам не удивляться происходящему, потому что Христос говорил об этом. Перед Его возвращением на земле будет процветать ненависть к вере. Ненависть к Его имени. И это не ново. Мы не относимся к Его словам серьезно. Я говорю и о себе. Мы согласны посещать церковь и приняли идею о спасении. Но мы не отдали жизни на служение царю. Вы хотите, чтобы я не ходил на собрания? Мы хотим получить убедительное представление о вере и удовлетворить эгоистические желания. Такие идеи, как стойкость и самоотречение, не популярны в наши дни. Но наше духовное благополучие зависит как раз от таких добродетелей. И мы должны это принять. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. В него вошли фрагменты из моих прошлых проповедей. Когда мы смотрели их, мы решили опубликовать эту важную информацию. Ведь мы проходим этот сезон вместе. Вы обращаетесь к Богу и просите у Него ответ на молитву. Следующий фрагмент основан на слове Бога и на ценности Библии. Испытания указывают нам на необходимость измениться стране и лидерам Соединенных Штатов Америки. Наши церкви должны измениться. Это касается не только пасторов, но и всех христиан. Пожалуйста, откройте сердце для Бога, и тогда Он благословит вас. Церковь, Иисус умер за тебя, и тебе нужно измениться. Когда Он придет к нам, то пусть Он скажет нам, каждому из нас, «Ты добрый и верный раб». Поэтому я хочу меняться. Настройте свои сердца. Мы помолимся после просмотра. Об этом нужно знать и помнить именно сейчас. Пробудитесь и молитесь. Если вы не верите в то, что именно в мудрой, сильной и молящейся церкви Бог изменяет людей, то поговорите об этом с Господом Богом. «Аминь». 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 Мы живем довольно долго. Да, сейчас вы сидите в церкви или смотрите наше служение по телевизору, но при этом мы живем, как махровые грешники и впускаем нечестие в свои сердца. Не ожидайте, что Бог посмотрит на грех сквозь пальцы. Бог поругаем не бывает. Бог проявляет милосердие к нам, пробуждая нас. Он делает это, чтобы мы вспомнили о своей зависимости от Него. Мы доверяли историческим документам о нашей Америке и Конституции, которые демонстративно трясли перед нами. Обратимся ли мы к Богу всем сердцем в смирении и попросим ли мы прощения у Него? Церковь не ответила на эти вопросы. Вы скажете, «Я покаялся, а потом я прошелся по траве и меня покусали комары». «Да, вы покаялись, и вы, конечно же, молодец. Но не надо останавливаться. Вчера я долго работал, а сегодня мне плохо. Как вы меня достали? Если мне полегчает, то я приду на собрание». Если ты хочешь быть здоровым духовно, то тебе нужно общаться с Богом. Сейчас я буду говорить об этом. Я возвращаюсь к Слову. Я принес вам приглашение. Посвятите себя Божьему Слову, а не тому, что вы слышали до этого. В наше общение выработалась привычка читать Божье Слово систематически. Каждый год мы начинаем это в январе. Мы читаем Библию 15 минут. Так вы прочитаете ее за год. Мы практиковали это годами. Вы сказали мне, что вы делали это, и спросили, «А должен ли я делать что-то еще?» В Новом году прочтите слово два раза. Может так? У меня была встреча с одним предпринимателем. Это очень успешный человек, и он сказал мне, что его духовная жизнь поменялась. В прошлом году я прочел Библию шесть раз. Знаете, я очень удивился его ответу, «Не надо гнаться за такими показателями». Но Слово изменило этого человека. Мы относились к Слову равнодушно и без уважения. Давайте читать Слово по-другому. Мы прочитаем несколько отрывков о важности Божьего Слова. А потом я дам интересное задание. Я не обязываю вас читать, следуя церковному плану. Мы начали с Евангелия и с псалмов. Мы читаем их попеременно. Так мы прочитываем оба завета. Ознакомьтесь с планом на сайте. Я не настаиваю на плане, но при этом я настоятельно рекомендую вам укрепляться в истине. Я говорил о Тимофее. Павел наставляет молодого человека, представителя лидеров следующего поколения христиан. Павел знал о том, как он закончит жизнь и считает, что его казнят. Он пишет Тимофею, наставляя его о поведении. Во втором послании Тимофею сказано, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Услышьте это. Павел писал из тюрьмы, «Но он не крал ничего и не убивал. Он не поднимал мятежа против империи. Он сидит срок за веру. Люди распространяют ложь о нем, говоря о зле, которого он не делал. Он сидит срок не за свои злые дела. Его оклеветали. Он заключен в тюрьму из-за лукавых людей. С тех пор мир остался таким же». Хотите ли вы постоять за веру в Иисуса перед лукавыми? Выбор только за вами. Мы похожи на нежную орхидею. «Она растет в тропических условиях. Если окружающая обстановка безопасна и удобна, то наша вера расцветает в ней. А готовы ли мы расти в вере, если в жизнь придут какие-то испытания? Я не знаю, когда они начнутся. А вы знаете, реальность обладает одной особенностью. Она не соответствует нашим призрачным и напрасным ожиданиям. Готовы ли вы следовать за Христом или будете отсиживаться? Вы постоите за правду ради детей и внуков? Павел пишет, «Желающие жить благочестиво будут гонимы». Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Ты с детства знаешь Священное Писание. Я хочу, чтобы вы читали Библию с трепетом, чтобы вы убедились в истинности Писаний. Вы не преуспеете, если будете кормиться только проповедью. Читайте Библию. Там вы встретитесь со Христом. Делать упражнения и смотреть на тех, кто их делает, это разные вещи. Ты можешь научиться многому, смотря на них. Ты узнаешь правильные методы. Ты узнаешь о том, сколько раз нужно делать эти упражнения. Ты узнаешь многое. Об одежде и снаряжении. Но пока ты не начнешь делать упражнения, все твои знания останутся теорией. Мы с вами убеждаемся в истинности Божьего Слова, сталкиваясь с будничными ситуациями. Но мне уже потихоньку нужно заканчивать. Тут сказано, при том же ты из детства. Знаешь, священные Писания, которые могут умудрить себя во спасение. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления. Да будет Божий человек приготовлен к добрым делам. Невозможно быть готовым к доброму делу, если мы не верим Писанию. Оно защищает от обмана. Иисус сказал, слушание и исполнение Слова — это прочное основание. Это взгляд Иисуса. Знать Писания мало, потому что если мы не исполняем написанное, мы дурачим себя, мы собираем факты и узнаем имена. Нам нравится показывать знания. Знания приходят со знакомления с фактами, но мудрость приходит, когда мы исполняем истину, и только так. Бог дал нам Библию не для сбора фактов. Из-за этого компьютер стал самой святой вещью в моем доме. Важно жить поистине и применять ее. Нужно исполнять Божию истину. Павел говорит Тимофею о полезности всего Писания. Вам не нравится это. Вы не любите непопулярные книги. Это большие и малые пророки. Полезно изучать даже родословие, а еще вступление и благословение. Но мы относимся к ним легкомысленно. Ты не будешь готов исполнить Божьи цели без знания Писания. Все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Нам нужна надежда. Мы не устоим и не выстоим без Писания. Тебе нужно изучать Писание. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. «Слово Божие живо и действенно, и оно судит помышление». Это непростая книга. 66 книг не расположены по порядку. Она писалась долгое время десятками авторов. В ней много того, что нам непонятно сейчас. Но ваши старания окупятся старицей. Пожалуйста, перестаньте. Говорите о том, что вы не любите читать. Не говори так. «Лучше признайся, я хочу остаться духовно безграмотным». Мы помолимся перед тем, как закончим. Не пичьте пальцем в людей и не говорите, какие они нечестивые. Посмотрите в зеркало и скажите, «Бог, помоги мне измениться». Я помолюсь о себе и о вас. Небесный Отец, спасибо тебе за твое слово. Спасибо тебе за то, что наши испытания не пугают тебя. Господь, помоги нам измениться. Дай нам новое сердце и победу. Помоги нам согласиться с твоей волей. Спасибо тебе за то, что ты изменяешь нас. Во имя Иисуса Христа мы молимся. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Одним из достоинств Библии является то, что не нужно быть экспертом, чтобы понимать ее. Просто краткий пересказ истории, и вы сразу все поймете. Некоторым из нас скажется, что они знают все библейские истории. А некоторым нужно все повторить. Мы вспомним историю Библии за 60 секунд. А вы можете сказать, 60 секунд? Это невозможно. Что ж, возможно, вы правы, но давайте попробуем. Итак, поехали. История начинается с создания Вселенной. Бог создал Вселенную и первых мужчину и женщину. Вначале. Жизнь была прекрасной. Но спустя какое-то время они со своими детьми и внуками решили, что не хотят больше жить так, как Бог заповедал им. И в каждом из них появился грех. Бог решил уничтожить грешный мир, кроме человека по имени Ной и его семьи. У него было трое сыновей. Население снова начало расти. Вскоре Бог создал группу людей, называемых Израиль. Израиль попал в рабство в Египет, но Бог спас их и привел в землю, которую обещал им. Позже Бог избрал царя для Израиля. Его звали Давид. Давид помогал людям жить так, как заповедал Бог. Израиль был един и жил в мире. Сын Давида Соломон стал следующим царем, который забыл Бога и стал служить другим богам. Это привело к большим проблемам не только для Соломона, но и для всего Израиля. В Библию входит всего 66 книг. Библия описывает огромный период времени. Разные авторы, народы, слова, которые трудно произносить, места, в которых мы не бывали, но мы должны ее понимать. Многие из нас готовы сдаться. Я придумал инструмент, который поможет вам. 12 пунктов, которые помогут вам изучить Библию в хронологическом порядке, так что вы будете понимать, в каких отношениях были Авраам и Исаия. Я придумал, как иллюстрировать эти рассказы. Это рисунки на белой доске. Это не просто облегчает восприятие, но и делает его забавным. Вы можете смотреть это сами или в группе, или с детьми и внуками, или собрать за столом соседей. Вы и Библия. Откройте свое сердце Библии, используйте Whiteboard Bible. Да благословит вас Бог. Whiteboard Bible упростит понимание Библии для всех. Те, кто пожертвует 100 долларов и больше, получат весь набор. Три DVD-диска и три книги. Для всех, кто будет сегодня жертвовать, мы приготовили DVD-диск от пастора Аллена, где он подчеркивает важность знания Библии. Позвоните по номеру, который вы видите на экране, или пройдите на сайт, который указан также на вашем экране. Заказывайте Библию для Белой доски уже сегодня. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего.